всем добрый день с вами неля мурашкина сегодня хочу показать следствие пребывание орхидеи в воде ну многие любят корнями держать ну там на сантиметра два растения в воде называют это мокрыми пяточками это растение это блочник он причем у меня уже года три я его купила уцененным и водрузила вот на блок практически сгнившие корешочки он за эти три года ну хорошо нарастил корни но вот за время пока я отсутствовала дома растения находилась ну вот она находилась вот таким образом у меня в кашпо да и человек который ухаживал за моими растениями он в принципе орхидею поливал как все остальные то есть он понемножку наливал по стеночкам или там по растению чуть-чуть водички постепенно вода скопилась и находилась в этом сосуде ну и как следствие здесь совершенно подгнивали корни вот остался там один корешочек и что-то тут еще сверху чуть-чуть осталось вот я хочу растения сейчас ну не знаю вот или посадить на блок но тут собственно даже крепить не с чем один лист вообще догонил где-то я его дело ну ладно то неважно так и собственно один корень который под сомнением тургер здесь хороший это понятно потому что вести растения кисло ну еще как-то в принципе снабжалась влагой ну что я буду делать либо же на блок прикручиваю это растение либо же посажу просто в крошечный какой-то горшочек для того чтобы она наращивала корни сейчас я буду примеряться больше склонна к горшочку тут принесла стакан такой из-под сметаны сделаю в нем дренажные отверстия в стакане и и наверно посажу ну в общем ну я за то чтобы растения все-таки которые эпифиты по своей природе находились в более естественном среди об обитания для них то есть это должна быть и влага и большей частью воздух не зря орхидеи дочери воздуха поэтому ну вот так ну а мой блог он и в этом году цвел в прошлом году было видео о том что он так скромненько цвел пятью цветочками но бодрячком находился вот я была совершенно спокойно за это растение но увы благодаря тому что она вот находилась в сосуде с водой вот она загнила кстати другой блок хорошо себя чувствует часом покажу этот булочок так это тоже рианимаха я когда-то купила это ампельный рыжик покупала осознанно с ну с плохими корнями он за это время тоже ну значительно по наращивал корешочки в сосуде не находился и поэтому у него корни целы а так как растение привыкла быть то влаги туп засухи то в принципе нормально вот себе все это пережила здесь можете видеть два растения одно я уже кстати отсадила из них третье но нормально себя чувствует отдельно там произрастает в горшочке но это чудо конечно вот ночью все хорошо с этим ну а киснуть водички конечно растениям не нужно еще раз призываю орхидеи садить в такой влажный субстрат но не мокрый не держать их постоянно воде рано или поздно они сгниют моему блочнику хватило для того чтобы он сгнил всего-навсего три месяца так ну что зачистила и все гнилые корешочки оставила тут вот один развивающийся оторвало желтеющий листочек и здесь оказались зачатки корешочков под ним вот сейчас я поглубже вот так вот посажу в кору ну не поливать буду точно недели две можно и больше ну и все будем ожидать отрастания корней и желаю здоровья этому растению так и надеюсь что никакой патология но не успела подхватить принципе растения было абсолютно здоровым ну а тут замокла то есть это не какие-то там вирусная инфекция которая неизвестно откуда пришли просто вот мокла водички и вот такое следствие все что сверху только и сохранилась вот этот вот небольшой корешочек я оставила потому что здесь как бы виламин есть и внутри видите зелене то есть корень есть ну а все остальное конечно вот закукленные есть корни ну и молодое тоже есть и начинает развиваться надеюсь значит сажу я вот в такой стакан меньше ничего не нашла это 300 граммовый стакан сажу корешок видите тут и подломился но это ничего страшного за то время пока он не будет поливаться то все зарубцуется заживет и будет хорошо на дно и положила к крупную кору ну и вот вот так вот установлю сейчас и обсыплю корой средней фракции вот моя посадка завершена вот так это все выглядит сейчас установлю в прозрачное ведерко ну то бишь вот такое вот и ведро подвешу будет светлое но не пекущее солнце подвешу на крючок который вот так защелкивается на этом ведре и будет растение себе жить пожевать и надеюсь здоровье набираться и корешочков отращивать но на этом все до скорых встреч